В задачи администратора входит настройка и поддержка IT-инфраструктуры. Под поддержкой подразумевается регулярное выполнение обслуживающих задач, например, проверка состояния серверов, обновление операционной системы, бэкапы и всё такое. При изучении скриптов мы разобрались, как можно упростить некоторые задачи. А если автоматизировать запуск скриптов и команд для обслуживания, появится много свободного времени для других задач. В этом нам помогут несколько утилит, которые можно объединить под общим термином «планировщик задач». Первая утилита – add. Она позволяет выполнять какие-то команды в будущем, в заданное время. Это годится для нерегулярных задач, которые нужно выполнить один или пару раз. Предположим, нам нужно, чтобы сервер перезагрузился в 11 вечера. Для этого пишем add2300. После этого add предложит нам ввести список команд. Например, надо остановить сервис базы данных и только потом перезагрузиться. Пишем одну команду, Enter, потом другую. После чего нажимаем Enter и Ctrl-D, чтобы остановить ввод команд. На экране мы увидим, что создалась задача – job с номером 3, которая выполнится сегодня в 11 вечера. Задач может быть несколько. И чтобы увидеть список всех задач, можно выполнить команду addq или add-l. Чтобы увидеть детали задачи, пишем add-c3, то есть номер задачи. Команда выполнится от нашего пользователя. Но так как это скрипт, причем запускаемый из оболочки shell, add скопировал наши переменные окружения в этот скрипт, чтобы избежать каких-либо проблем. В самом низу скрипта мы увидим наши команды. Как вы заметили, add ждал ввода из stdin, а значит мы можем передать ему команды через pipe. Либо можем указать файл с командами с помощью ключа f. Касательно времени у add все довольно гибко. Можно настроить практически любое время. Например, add now. Выполнят сейчас. Хороший вариант, чтобы протестировать работу. add now плюс 10 минут. Через 10 минут. add midnight, то есть ночью. Ну и можно задать что-нибудь более детальное. Например, 21 марта в час ночи. Есть множество других способов указать время. Я показал основное. А более подробно вы можете сами найти в документации или в интернете. Для удаления какой-то задачи можно использовать add rm или add-r. В документации к add также указана команда batch. Она может пригодиться на серверах, когда вы хотите запустить какую-то программу, но сервер слишком нагружен. Если вы выполните команду сейчас, то это скажется на производительности. И тут вам в помощь приходит batch. Работает она примерно как add, но без указания времени. Она следит за средней нагрузкой сервера load-average. И когда нагрузка упадет меньше указанного лимита, по умолчанию это 0.8, batch выполнит указанную вами команду. Лимит можно настроить в файле etc. etc. sysconfig add-d. Кстати, add-d это демон, который стоит за работой add. И после изменения настроек в etc. sysconfig add-d стоит рестартнуть этот сервис. Кстати, сам add может посылать письмо пользователю после выполнения задачи. Но это отдельная тема. Можно разрешить или запретить определенным пользователям использовать команду add и batch. Для этого нужно указать пользователей в соответствующих файлах. etc. add-allow или etc. add-deny. По умолчанию существует пустой файл etc. add-deny. Это говорит о том, что всем пользователям разрешено использовать add. Если создать add-allow, то только пользователи, указанные в этом файле, будут иметь возможность использовать add. Если этих файлов нет, то только root может использовать add. Add позволяет выполнять команду в указанное время, что удобно для разовых задач. Но автоматизация зачастую предполагает регулярное выполнение одних и тех же задач. Для таких целей используется другая утилита – cron. Для начала определимся с настройками и посмотрим примеры. Основной файл настроек – etc. crontab. Тут мы видим оболочку, в которой будут выполняться наши команды, переменную path и mailto, кому будут отправляться письма о выполнении. Этот файл относится к пользователю root, поэтому он и указан в качестве адресата писем. Но, как и add, в cron у каждого пользователя могут быть свои задачи и, соответственно, своя переменная mailto. Ниже у нас пример настройки задачи. Время можно задать с помощью пяти значений. Минуты, часы, день месяца, сам месяц и день недели. Если нам нужно выполнять задачу каждый день, то в качестве значения дня месяца оставляем звездочку. Каждый месяц оставляем звездочку. Каждый день недели – звездочку. Так со всеми значениями. После задания времени нужно указать команду. У пользователя root есть дополнительная возможность указать, от чьего имени будет запускаться команда. Чтобы настроить список задач cron для моего пользователя, я от своего имени запускаю команду crontab-e. e – это edit. Запускается текстовой редактор по умолчанию, то есть vim. Чтобы открывать crontab в другом редакторе, надо выдать значение переменной editor. И открыть новую сессию bash. После чего crontab откроется в nano. Предположим, мне нужно выполнять команду backup каждое воскресенье. Для этого мне нужно определиться со временем, во сколько часов и минут. Допустим, в 23.30. Тогда в качестве минут выставляю 30, в качестве часов – 23. День месяца нас не интересует, потому что backup у нас по воскресеньям. А это может быть любым днём, поэтому ставим звёздочку. Также нас не интересует конкретный месяц. У нас backup должен идти каждый месяц, поэтому также ставим звёздочку. Остаётся указать день недели – воскресенье. По определённым причинам в некоторых странах, в том числе в США, первым днём недели принято считать воскресенье. В стандарте cront значения недели могут варьироваться от 0 до 6, то есть 0 – это воскресенье, поэтому пишем 0. Хотя в centos можно указать и 7, но суть в том, что demon cront существует во многих Unix-подобных системах, и он может немножко отличаться. От 0 до 6 – это стандарт, который будет работать везде. После чего указываем, какую именно команду выполнять – userbin backup. Сохраняем и закрываем файл. Список задач можно посмотреть с помощью ключа L. Crontab – L. Если бы я указал в качестве минут и часов звёздочку, то команда backup запускалась бы каждую минуту каждого часа воскресенья. Давайте рассмотрим пару примеров. TouchFile. Каждую минуту выполнять команду TouchFile. TouchFile 2. Раз в каждый час в нулевую минуту выполнять команду TouchFile 2. TouchFile 3. Раз в день в полночь выполнять команду TouchFile 3. TouchFile 4. Каждого 15-го числа любого месяца в 5.03 выполнять команду TouchFile 4. TouchFile 5. Каждого 20-го мая в 15.10 выполнять команду TouchFile 5. Также можно использовать несколько значений диапазона или шаги. Например, TouchFile 6. Раз в 5 минут. TouchFile 7. В 9.00 и 18.00. TouchFile 8. Каждую полночь с понедельника по пятницу. Это очень гибкая система времени и поначалу вы можете сомневаться, правильно ли вы задали время. В таких случаях вы можете воспользоваться сайтом crontab.guru. Просто напишите здесь предполагаемое время и он распишет это время на английском языке. В ETC есть несколько директорий для крон. Chrome Hourly, Chrome Daily, Chrome Weekly и Chrome Monthly. Когда у вас есть скрипт, который нужно выполнять регулярно, при этом неважно в какую именно минуту, вы можете закинуть такой скрипт в соответствующую директорию. Для примера, так работает LogRotate. У него нет своего демона. Его раз в день запускает крон. Из этого следует вывод. Если вы хотите ротировать логи по размеру, а не по дням, то имеет смысл переместить этот скрипт из cron.daily в cron.hourly. Еще один интересный файл. cron.hourly.anachron. Есть такая программа Anachron, которая также позволяет планировать задачи. Вот в чем разница. Представьте, что в кроне написано «Сделать бэкап в полночь». Но почему-то в это время компьютер был выключен. Соответственно, крон не сработал. Тогда крон просто пропустит задачу и выполнит в следующий раз. По графику. То есть крон обычно жестко привязан к времени. Что имеет смысл на серверах, где не стоит делать задачи, тот же бэкап, в рабочее время. Но на пользовательских компьютерах, если я вечером выключил компьютер, а утром включил, то дожидаться следующей полночи для бэкапа не очень хорошая идея. Лучше его сделать после включения. Для этого лучше подходит Anachron. Он работает с периодами времени. И если, скажем, вы в Anachron настроите бэкап раз в день, то если компьютер будет выключен в запланированное для бэкапа время, бэкап будет сделан после включения. Настройки Anachron лежат в файле etc.anachron.tab. Помните директории cron.daily, weekly, monthly, где лежат скрипты? Раньше их выполнял сам cron, но сейчас этим занимается Anachron. И это видно по последним строчкам. Тут у нас вместо конкретики по времени периоды. Раз в день, в неделю, в месяц. Следующий столбик – время отсрочки. Допустим, cron.daily выполняется раз в день, но не сразу при достижении времени, а минут через 5. Причем переменная random.delay добавляет к этим 5 минутам рандомное количество минут, максимум 45. Для чего это нужно? Например, когда у вас в сети много компьютеров, и все они в одно и то же время начинают делать бэкап. Это начинает грузить сеть. А random позволяет компьютерам немного распределить это время, чтобы все разом не грузили сеть. Еще одна переменная – startHoursRange. Говорит о том, что эти задачи будут запускаться только в промежуток между 3.00 и 22.00. Естественно, все эти переменные можно изменить под свои задачи. После отсрочки указывается идентификатор задачи, по которому можно будет найти задачу в логах. А в конце – команда. Можно добавить какую-то свою задачу сюда, со своей периодичностью, либо закинуть скрипты в указанной директории. Мы с вами разобрали add, cron, anacron, которые позволяют нам запланировать задачи и выполнять их. Администратору очень важно видеть список запланированных задач. Это позволяет контролировать происходящее на сервере. Да и всякий вирусняк любит себя записывать в планировщики. У некоторых пользователей может быть свой кромтаб. Add и в редких случаях anacron. А пользовательские задачи не лежат в директории etc. Поэтому их оттуда не отследить. Для таких задач есть директория varspool. И у add, и у cron тут есть свои директории. Если посмотреть содержимое этих директорий, можно понять, какие задачи запланированы у пользователей. Также стоит поговорить про таймеры систем D. В систем D встроен функционал планировщика задач, который выполнен в виде юнитов. Помните, мы говорили, что в систем D функционал реализован в виде юнитов. Сервисы – это юниты, группы сервисов, то есть таргеты, тоже юниты, устройства – юниты, монтируемые файловые системы – тоже юниты. Так вот, есть ещё один тип юнитов – таймеры. Эти таймеры можно связать с сервисами, что позволит вам гибко настроить время работы сервиса. Кроме существующих сервисов, вы можете использовать таймеры как замену cron и add, чтобы унифицировать управление регулярными задачами через систем D. Обычно таймер надо создавать вручную, что несложно, но больше относится к теме создания юнитов систем D. А я не хочу мешать темы, поэтому когда-нибудь мы эту тему детальнее разберём. Но если вам интересно, почитайте по ссылке. Есть простой способ создавать таймеры, хотя и временные – через систему D.run. При этом создаётся и таймер, и сервис, но это всё существует, пока не выполнятся временные условия, либо пока не перезагрузится сервер. Простой пример – таймер, который раз в час запускает тач-файл. Но, опять же, это временный таймер. Постоянные таймеры надо создавать по-другому. Подводя итоги, мы с вами разобрали несколько планировщиков задач. Add, cron, anachron и таймеры систем D, которые одновременно работают на наших системах. У каждого свои возможности, где-то они пересекаются, где-то уникальны. Так или иначе, они упрощают работу системному администратору, поэтому стоит научиться ими пользоваться.